Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале, и сегодня мы с вами будем перерабатывать чесночные стрелки. Недавно мы были у дедушки на даче, он их дал нам просто целую кучу и сказал, что я обязательно придумаю, что с ними сделать, потому что выбрасывать их жалко. Мы с вами будем готовить из них пасту, которая заморозим, и потом ее можно добавлять в различные блюда, соусы или даже есть просто так. Например, сегодня мы добавим ее в окрошечку. I don't want to face myself I don't want to face myself I wonder if I got better things to do Take pity on a man who's looking for something new I know I shouldn't want to be a special case But I'm running away from the fears I have to face Для этого рецепта нам понадобятся молодые чесночные стрелки. Моим чесночным стрелкам было буквально пару дней Набираем из них небольшой пучок, так чтобы его удобно было резать Молодые чесночные стрелки будут очень мягкими и хорошо размолятся в пасту. Жесткий чеснок, к сожалению, для этого рецепта не подойдет Теперь берем нож и срезаем со стрелок верхнюю часть. Она нам не пригодится, ее можно выкинуть Остальную зелень нарезаем на произвольные кусочки Сильно мелко нарезать не нужно, в этом нет никакого смысла, потому что мы все равно перемолим всю нашу зелень с помощью блендера Нарежьте так, чтобы ее удобно было поместить в контейнер Я порезала вот на такие произвольные кусочки Теперь собираем всю зелень и перекладываем в глубокое блюдо Нам нужно хорошенько ее помыть от грязи и пыли Если честно, я не всегда мою зелень с огорода, но если делаю заготовки, то обязательно промываю Теперь перекладываем чеснок в чашу блендера Или сложите всю зелень в глубокое блюдо и воспользуйтесь погружной насадкой Включаем блендер на максимальную мощность и измельчаем У меня на это ушло примерно 10-20 секунд Вот такая красивая паста у нас получается Перекладываем ее в пластиковые контейнеры, самые обычные, которые продаются во всех магазинах Или в пакеты для заморозки Смотря как вы планируете ее хранить Я пользуюсь именно пластиковыми контейнерами, потому что мне кажется так удобнее Открыл крышку, набрал столько приправы, сколько тебе нужно для конкретного блюда Закрыл и убрал на место Наша чесночная паста готова Мы накроем ее крышкой и уберем в морозилку Так она будет храниться очень долго Приятного аппетита Такую пасту можно смешать с обычным сливочным маслом, со сметаной или даже с майонезом И просто намазывать на хлеб Это очень и очень вкусно А можно добавлять в готовые блюда, например, как я добавила в окрошку Продолжение следует...